Всем привет! Сегодня хочу вас познакомить с книгами, которые помогут вам писать. И начну с того, что я как бы адепт того культа, что писатель это любой человек, который пишет в свое удовольствие, либо по профессии много. Ну как, не то, что много, а просто пишет. Не нужно себя накручивать, что писатель это только какой-то великий человек, который там сидит отшельником, пишет бестселлеры, публикуются бесконечно. Он весь такой загадочный, у него печатная машинка, собака, и как бы он такой небожитель. В принципе, писатель это тот, кто просто пишет. Да, есть авторы бестселлеров, есть знаменитые авторы, есть известные личности, есть люди, которые внесли огромный вклад в историю, есть победители Пуллицеровской премии. То есть, да, есть очень много разных граней. Есть кто пишет нонфикшн, кто художественный, кто блог просто везет и тоже кайфует от этого, потому что он много пишет, ему интересно, он получает отклик и так далее, и тому подобное. И эту мысль зародила во мне автор Джулия Кэмерон, у которой есть курс по освобождению из творческого тупика, который я тоже прошла с удовольствием. После этого я наконец-то открыла свой блог, начала там писать с удовольствием. И как раз-таки первую книгу, которую я хочу посоветовать, это «Право писать». То есть, это просто такой сборник, не то что правил, а просто каждая глава посвящена какому-то аспекту писательства. То есть, к примеру, что не нужно искать какое-то специальное время и место, можно просто там, где вы сейчас находитесь, взять и начать писать. Пусть это будет 15 слов перед тем, как подойдет ваша очередь. Или 3,5 часа, когда у вас есть какое-то время отдыха, но вы решили этому писательству посвятить это время. То есть, она упрощает, она снимает всю вот эту шелуху, которая на нас гнетет, тех людей, которые хотят писать, которым интересно, но они боятся, потому что им кажется, что они неправильно живут, они не те, они не смогут написать сразу гениальный роман. Потому что, как так? Нужно же сразу писать гениально, вот так, как должно быть. То есть, так именно, как пишет ваш кумир тот писатель, на который вы ориентируетесь. Нет, на самом деле не так. Нужно просто взять и начать писать, и не искать себе отговорки. И следующая тоже, Энн Ламот, Птица за птицей, она раскрывает писательство немножко с другого ракурса, такого более сложного ежедневного труда, но тоже, который, это просто ежедневный труд, который вам заставляет иногда удовольствие, иногда не доставляет. Есть какие-то подводные камни, есть вот эти вот голоса в голове, которые говорят, ты неудачник, у тебя ничего не получится, да, зачем ты вообще за это всё взялся, в общем, как с этим всем бороться, то есть, у меня такое очень много практичных советов, которые вот можно, в принципе, когда начинаешь писать, они помогают реально, то есть, какие-то вещи, которые можно применять сразу на практике, и которые облегчают тебе этот путь, зачастую не очень лёгкий какой-то. И она всё это так подобрано, так приятно, так ненапрягающе всё это делает, что я проглотила эту книгу очень быстро, и до сих пор пользуюсь теми вещами, которые она писала, и моя любимая цитата её, Энн Ламот, это «Хочешь писать? Пиши!». И далее я перейду к книгам, которые относятся к писательству, но к написанию больше не художественных каких-то текстов. То есть, это вот и блоги, и даже дипломы, какие-то курсовые работы, эссе, всё что угодно. Всё, что не художественное, то, что не льётся из вас просто такой вот речкой, когда вы просто что-то описываете, что у вас в голове. И первое, что я хочу сказать, показать, это «Как писать хорошо» у Вильяма Зинцера. Эту книгу, кстати, очень советовала Ксения Ниглас, я как раз по её рекомендации купила. И всё дело в том, что, да, она классная, мне очень понравилась, как вы видите, по стикерам. Я много чего для себя вынесла. В общем, это очень хорошее, практичное издание, книга, которая вам поможет писать не художественные тексты, расскажет, говорю, от грамматики до синтаксиса, пунктуации, как правильно донести, что нужно включать, что исключать, как редактировать, что нужно, что не нужно, как исключать слова, вот как выжимать всё самое ценное из ваших текстов, чтобы это была хорошая информативная работа, которая такая сильная, насыщенная, интересная, чтобы она была интересна не только профессионалам, возможно, даже, но и любителям, чтобы это все поняли. В общем, интересная книжка для тех, кому нужно очень много писать, не для себя, а, возможно, для учёбы, для работы, очень будет полезно. И перед тем, как начать писать диплом, я купила вот эту книгу «Как писать убедительно». В принципе, она написана лингвистом и профессором английского языка педагогики, в общем, лингвистами, которые очень долго и тщательно изучают язык, очень долго и тщательно изучают такой профессиональный язык, научный язык и так далее. В общем, и тут прямо вот чётко, по фразам расписано, как насыщить ваш текст так, чтобы он звучал максимально убедительно, максимально читатель поверил в то, что вы пишете, что вы хотите до него донести. То есть это полезно тем, кому нужно писать околонаучные работы, тем, кто пишет какие-то курсовые, дипломы, эссе. Это очень полезно, потому что это прям такой вот набор инструментов, которые вот вы берёте вот из этой книжки какие-то фразы, прям сразу пишете, и ваш текст сразу начинает преображаться. Вы сразу понимаете, что да, вот это работает, потому что они собрали именно то, что реально работает, основываясь на своём бесконечном опыте. И далее идёт секция по, на самом деле, стендартному мастерству, но мне кажется, что эти книги хороши для того, кто пишет и художественную литературу, потому что написать хорошие сценарии – это написать, значит, захватывающую, интересную историю с характерами, с сюжетом, с сюжетными линиями, которые начинают и заканчиваются, они развиваются и так далее. То есть это полезно и для тех, кто хочет написать, к примеру, роман, чтобы он держал напряжение, чтобы он был интересным и так далее. То есть сценарий – это такое очень насыщенное повествование, интересное, которое захватывает. И первое, что я могу посоветовать, чтобы, кстати, ко мне когда-то попало в руки, ну как в руки, оно было сначала в электронном виде, потом я приобрела книгу, и это «Спасите котика». Это одна из самых, ну таких, пропагандируемых книг по сценарному мастерству, она стоит во всех списках всех вузов, что вот её одну из первых нужно прочитать. И это на самом деле, это вот тоже очень практично, очень чётко, очень разобрано, как вы должны строить свой сценарий. Вот буквально по каждому шагу, как нужно разделять, что нужно, к примеру, эти стикеры ставить и так далее, и тому подобное. То есть прям вот готов, ну такая книга, кулинарная книга по сценарию. То есть это вот чётко по ингредиентам, буквально вам там по миллилитрам расписывают, по граммам, что вам нужно куда отмерять, как должна начинаться сцена, как должна заканчиваться, как они должны чередоваться. И далее идёт книжка «История на миллион». Ну вообще-то она просто называется «История». Я не знаю, почему они решили историю на миллион. И это просто очень хороший учебник по всему кинематографу. То есть это, конечно же, с упором на сценарное мастерство, но тут рассказывается и про все жанры, и про сюжетные повороты, и всё на свете. Ну вот это, говорю, такой хороший киноведческий учебник, который вам расскажет всю эту кухню достаточно сложновато, но интересно. То есть тут много как бы примечаний, кусков из сценариев. То есть здесь указываются фильмы, которые вы можете потом посмотреть, или даже параллельно смотреть, и видеть, как то, что они рассказывают, вот фильмы происходят, и правда, что это фильмы очень хорошие. Вот потому что, потому что и потому что. То есть это не какая-то магия кино. Они рассказывают, что это... О, автор, простите. Автор рассказывает всю эту кухню вот так чётко, ясно и подробно. Ну и последнее, это такое, ну, как бы дополнение. Мне было интересно и к психологу, и к человеку, который работал в кино, это почитать. И это психология для сценаристов. То есть тут берутся классические модели, там, фрейдизм, внутренние конфликты и так далее и тому подобное. То есть какие-то психологические моменты классической психологии, то есть там психоанализ, раздвоение личности и так далее и тому подобное. То, что вот рассказывают психологам обычно, преподают им какие-то понятия, какие-то концепции и так далее. Как это можно перенести в кино? То есть через героев как это перенести, как воплотить это в жизни? И на этом всё. Больше интересную информацию читайте по ссылке в футбоксе. Подписывайтесь, ставьте лайк. Удвинемся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok